земля следующая тема вот так сейчас я приступляю горло сухое сухое так почему коронавирус почти заражает детей я пишу что это природный иммунитет долго думал чесал затылок вот и получается мы тоже зависим от иммунитета вот и мне почему-то кажется что если бы мы взрослые больше бы были бы на свежем воздухе то что запрещали помните время самый пик пандемии нам запрещали вы выезд вообще из дома вот а если дом на природе мне почему-то кажется что а впереди третья волна а потом четвертая пятая пока каждый не по поводу не коснется можете даже не сомневаться вот москве только было 35 тысяч сегодня уже 13 все это не шутки это не случайно и вот получается так что жизнь только загородном доме загородном почерпим может спасти вас и детей потому что дети когда-то вырастают я хочу чтобы дети прожили счастливую жизнь хотя бы до 80 лучшего до 90 лет ну что их ждет в этих коробках жирно-бетонных вот это тихий ужас поэтому я вот это вот хотя меня никто не уполномачивал на это я хочу лишь раз подчеркнуть природа иммунитет может быть только на природе вот теперь это опять уже другая тема но она похожа знаете почему каждое дерево так же как каждый человек имеет иммунитет ну назовем это какой-то иммунитет понятие общей имеет как говорит сильный иммунитет слабый иммунитет вот он во-первых персональный у каждого свой да вот я знаю на примере бабушки которые могут дожить до 100 лет не имея абсолютно никакого здоровья вот и молодые люди которые умирают умирает умирает ну сами знаете способны ну то что в городе нацепляли а знаете что в городе нацепляли что там говорить вот ослабленные бабушка допустим деревенская вот она до 90 лет а он 40 50 умирает я таких случаев много знаю вот то же самое касается я перехожу дерево и вот это я специально взял из интернета читаем бактериальный ожог плодовых культур инфекционные заболевания вызываемые высокопатогены бактерии и так бактерия вызывает тяжелую форму вот тут я опускаю руки потому что бактериальные болезни когда бактерия попадает в организм это страшная вещь я отделяю четко болезни бактериальные от болезни грибкова смотрите как это выглядит рынок забит карликами я согласны с этим большинство людей когда приходят на рынок они даже не знают что они берут вот если 100 человек пришла на рынок купила 300 саженцев не про один они не знают ничего они уходят зная что это допустим яблони или это абрикос причем это не обязательно будет яблони я помню как это вы знаете можете представить фамилия называя человека который работа когда чубайс был самым главным энергетиком страны а он был заместителем и вот он находясь командировки в сарногорске по слухам нашел меня вот и сказал мне нужно 20 саренцев горстках я их отправляю в санкт-петербург богатым это все можно дочери санкт-петербург он походил по моему саду ну сами понимаете а сан был молодой вот такое всего особенно когда молодой был у меня это как сейчас у чернебаева у него следующие поколения растет у него а я горжусь и вот получается что подогнал транспорт я сделал специально первой жизни я делал горшках потому что у меня двойную из этого вот когда нас нет у нас корон расплачивался знаете как шофер с это позвал шофера горит заплати у него кошелек был шофер вот это был заместитель чубайса который командовал всей энергетикой россии вот вот и день самый крутой человек мэн самый крутой мэн который у меня побывал саду так а знаете почему я что рассказал просто так где-то но если сказал мне кинели у меня об саду выросла ну наверно под московным под питером и не это сам это уже не спросил не уникал у меня выросли тополя березы черемуха тополя березы еще что вы представляете такого человека кинуть который даже это ходячий кошелек у которого так вот сейчас рынок забит карликами это лучше чем тополя березы но про это мы еще не знаем чтобы эти карлики не пенсана вот были рядом это ваша фотография чтобы карлики эти не падали делаются очень дорогостоящая операция видите а вот это я написал это тема разговора все это все сеется против молодых карликов а что такое молодой карлик молодой карлик это значит что он берется создал свое дерево палка палка видите втыкается создаются специальные условия есть такие теплицы но я даже боюсь вам рассказывать подробнее что они должны быть матовые по т т т т т т т т вы это не слышали так вот вот этого растает вот это все поступает продажу или тем несчастным фермерам которые купив должны теперь вырастить вот это вначале вот это я знаю почему вы выбрали фотографию интернета побелено искалечили а если кто из вас уже разбирается такой же уровень как у меня это дерево умирает смотрите на листья но это ладно чем я медленно долго говорю и нудно но почему и так вы видите деревья которые они сами вспоминаете свою фотографию это тоже ваша как вы мне помогли вы видите деревья которые не имеют возраста вообще прививки на палки со взрослого дерева а если то дерево еще тоже было свое время значит этим деревьям может быть 20 лет 50 100 поэтому естественно быстро очень доводка на полудышение за год за два это не случайно если сеяние 100 у них должно быть детство а здесь детство не надо так вот смотрите стал бы видеть ровными вот они хотели писать себе такое я не случайно все такое дорогостоящее удовольствие все они на шпалерах так все они на шпалерах и результат захотелось попасть сюда бальзиторию бактерии сюда это без урожая остались это не я придумал слово бактериальный ожог это так и было вот один бактериальный ожог цветков вот это еще цветков а вот это мертвые деревья а теперь представим себе вот такая вот технология вот они столбы видели вот эти же самые вот они столбы вот они вот капельный полив опять бесконечные эти самые и результат мертвые деревья так вот возвращаясь к теме иммунитета если бы эти деревья не били видите по белку если вы их не поэтому мертвые все вы понимаете затрачены огромный день если это приличный кусок то это миллионы затрачены миллионы это не шутки и мертвый сад полностью минут а теперь берем то а если бы не белили так а если каждый год не калечили понимаете вот это вот не случайно они вот такой имеют разреженную форму это как по науке должна быть форма разреженная крона вот она вот вот она вот а воротили внимание а что же мне заболеть то вот поэтому мы сибиряки плюс москва тверь питер липец ярославль кострома я уже не говорю про самые шире регионы там вроде бы этого пскова новгорода и прочих этих самых пепе питерсов вот все это надо исключить только семена только семена не польешь ни хрена не получишь потому что у них корни из гульки нос польешь вот основание сгнивает и вот такие вот я попалась под руку но это же несерьезно все а сейчас это собирается внедрять я показываю еще покажу или показывал как договор вот договор между белоруссия и хабарским краем будем вот это вот делать в хабарском крае а там столько врагов уделяю а сами разучились и для кого нужно финансирование вот этой херни чтобы привезли всю технологию шоу и стал бы вот эти тоже будут ввести с белоруссии доделать вся эта технология как-то было ниже написано кто-то ехидо написал чтобы было чё пилить вот еще раз только сеянцы только сеянцы только сеянцы вот это дурь должна быть полностью исключена мы делим они когда продают нам на рынках вот эти же самые ну то есть это что вы видите плюс то есть но уже примитая да они никогда не будут става них нет корня не стоять не будут не может только вот это вот кто об этом знает ну ладно там кто-то рискнул кто-то получит даже урожай хотя себестоимость высокая мы никогда не обгоним италию испанию мы никогда не обгоним даже польшу с ее яблоками китай мы не обгоним все яблоками среди азии мы не обгоним у нас промышленное садоводство должно быть вы сейчас скажу я к этому клонил клонил может вы уснули хотел отдельно тема и так в россии промышленное садоводство должно быть фруктовых деревьев полностью исключено вместо нее нужно дичайшая пересмотр технологий дичайшая пропаганда так у нас 23 на бумаге миллионов дачных участков умножьте на 10 на 20 на 30 деревьев на сеянцев без этих потому что тут не сказано что надо стоп тебя вкопать и к нему бетонный подвязать это для промышленных садов вот а мы отстаем именно плане того что у нас все дорого обдерут как и это как липку стоит только вкопать этот столб и уже саженец себе никогда не окупить вставлять у них там все дешево потому что там действительно палку ткни растет а у нас вот с чего начинается это мичуринская ты еще даже не север это мичурин спасибо лица вместо этого пропаганда вместо этого специальные питомники да не вот эти запрет чтобы привозили все тут дерьмо из-за границы быстро возродили свое по двое по двое вот приводи его же прерывка нормально нет и дебильная почкой с вот с такой рану помните показывал профессора вот и ни один человек из вас мне звонила тебе не только те кто меня слышит а вообще человек не 30-40 за последние годы говорили я хочу я хапнул как правило старый сад можно ли возродить вот или место абсолютно непригодны но некоторые уже говорили так урель константинович узнаете у меня южный склон у меня тут перепады на это но все как вы рассказываете все я хочу промышлен производства я ничего чего абрикосы у меня меняется климат если раньше я каждый год абрикосы первая пятилетка получал вторую пятилетку 4 из 5 3 пятилетку 3 из 5 а сейчас похоже будет 2 из 5 а вот когда вот это вот будет сделано вот такой вот сад пассаж огромные затраты а ни одного абрикосика ни одного плодика раньше с голоду умрете чем дождете следующего а если никогда не будет в этом году уже что творится как то испытание сад испытываю и сейчас сыпется зеленые абрикосики все а укаешься отменяем сливы с настолько скоропортящиеся не успеете вырастить продать а на рынке отравлены они годами лежат опять не потянули и так далее в общем я ни одному чеку я бы мог заработать вот я ни одному чеку не сказал посадите промышленный сад в виде исключения где-то где посуши груши а что такое промышленное имею ввиду где-то сливы на сливы венгерки они не везде растут потому что сливы сливы розы эти сливы которые входы сливы венгерки они настолько разных как будто вообще два разных видов просто чудо что один на другой привлечь вот посадил сад из этих портится за несколько дней сливы китайские урожая совершается сохранить не сможет минус извините что я разговариваю ну не я всем говорю ждите вебинары мне опять говорят подскажите что я не могу это надо все мне прислали 10 фотографий даже присылали мне эти спутниковые снимки и там это и рисунки и стрелки сюда арык тут это там значит склон здесь озеро тут вот скажите будет расти я боюсь говорить что будет и получается а сливы те же сливы венгерки они твердо их можно хранить до зимы а будет ли она растит а были так как подобрать а получится опылить и лес они в свою очередь не будут плодоносить опылять венгерки а сами не будут а теперь им тоже надо посадить чего-то а вот для общинка выделки стоит а китайские это самое вот так вот три слоя все усея навсегда и девать некуда вот они они сохранить и меня спрашивают а у меня голова ваша пухает я не знаю что сказать людям груша до грушу посади там где сухие места чтобы они гнило основании штамболь плюс мая технологии и будете по 10-20-30 груш получать опять не в каждом месте а вот это затратные технологии вот это вот куда суваться то тамбовской области до москвы и дальше на северный высок ну куда вот этот но где нам сравняться то тем более что это надо калечить 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 где нам сравнятся то с итальянцами первый год посадили второй год уже собрали на третий год взяли это самое пустили трактор и нету сада выговорился я трудно мне посмотрите что предлагает там но это не идиотство а ну смотрите внимательно эти как вас там попали мне на язык еще раз говорю не хрен было нас оскорблять это ваша технология вас научили вы не виноваты вы просто ничего не знаете не понимаете тебе развить и так любительском садоводстве только сеянцевая и корневая подвой где взять вот он рынок что тут написано мастер мастер сада у мастер сажен события по морде олег кассире благодаря вами вашим подсказкам у меня появляется уверенность в том что я смогу вырастить сад дальше сада это моё знаете почему сейчас еще пару минут займу человек присылает эту фотографию это абрикос может мой может не мой нет по моему это просто абрикос чей-то страшная рана что это такое как с ним бороться как лечить ответ железа уже самый короткий обеспечить чтобы это было самое сухое место проветривая и не подходить к нему ни с какими этими потому что по науке это надо сейчас взять острый нож и все это зачищать вырезать самого заживать позавчера я с помощью друга лесоруба выпилил несколько деревьев которым пошел четвертый десяток жалко было страшно вот но я уже не могу нервы не выдержать почему осень приедут покупать уже из-за вот такие раны такие страшные и тем не менее большинство еще пока рука не поднялась тридцатилетних вот и такие раны на них заживают сами это мои длительные наблюдения и человек мне написал спасибо теперь у него есть уверенность а вот если бы он делал так как его научили бы это такая классика что из ста вот таких выпускников Тимирецкой академии сейчас что бы написали процитировать помните сколько я издевался вырезать натереть щавелем потом щавелем кислотой обработать даже я запомнил потом дерьмом коровьим помните женщина мне рассказывала ездила специально за коровьим дерьмом ездила за десятки километров представляете поверила в эту дурь но в 19 веке наверное другого ничего не было все на сегодня мы закончили хотя много еще будем говорить все два часа и стекло смотрите друзья мы сейчас переходим на там где мы обычно пишем вопросы я на них отвечаю а можно друг другу отвечать так может быть так и бинар